Всем привет! Сегодняшний рассказ об одном из лучших, без лишней скромности, отечественных приборов наблюдательных. Бинокли BPC2 7х50, выпущенном на Салаватском оптико-механическом заводе в 1985 году. Давайте рассмотрим комплектацию прибора. Это, соответственно, ранний выпуск, поэтому кофр кожаных из толстой кожи изготовлен с жесткой подложкой и, соответственно, глянцевое покрытие блестящее у кофра. На кнопке закрывается и, соответственно, открываем кофр. Смотрим, что здесь. Здесь идет бинокль, сам, соответственно, ремень, наплечный толстенный кожаный ремень с заклепками. Далее, комплекты светофильтров. Светофильтры темно-зеленого цвета. Один комплект. И второй, традиционный оранжевый, который надевается на наглазники, соответственно, и при помощи них производится наблюдение в условиях со сложной освещенностью. Далее, непосредственно, крышки объективов. Крышки объективов пластиковые. Также здесь и сам прибор. Извлекаем сам прибор. Соответственно, тут у него есть задние крышки окуляров и футляр. Футляр изнутри обит черным бархатом и, соответственно, имеет лажементы призменные для более плодной фиксации прибора внутри футляра. Футляр отложен в сторону. И теперь рассказ о самом приборе. Вот такой вот замечательный прибор. На мой взгляд, это один из лучших отечественных наблюдательных приборов. То есть, биноклей. Чем он хорош? Прежде всего, он великолепен благодаря своей светосиле. Диаметр объектива здесь 50 мм. Кратность увеличения 7 мм. Это классическая кратность для морского бинокля. И, соответственно, диаметр выходного зрачка получаем более 7 мм. Коэффициент усиления света здесь будет более 50 единиц. Это отличный показатель, что дает великолепную яркую картинку при наблюдении. Что прекрасно сказывается при наблюдении в условиях с пониженной освещенностью, в сумерке и даже ночью. Прибор просто как будто бы создан для ночных наблюдений и для наблюдений в условиях с пониженной освещенностью. Давайте рассмотрим внешний прибор. Это 1985 год. Соответственно, произведен бинокль на Салаватском оптикомеханическом заводе. Но внешний вид выдает в нем загорский прибор. В первую очередь, это оклейка корпуса крупнозернистая, такая рельефная, традиционная, присущая для биноклей именно загорских. А поскольку Салаватский завод являлся филиалом загорского оптикомеханического завода, то, соответственно, производство и часть комплектующих, в том числе, была передана главным предприятиям, соответственно, Башкирию. И там началось производство в городе Салават этого прибора. А в самом Загорске производили первую версию этого бинокля, БПЦ, без индекса, соответственно, БПЦ 7х50. Эта же модель получила индекс 2, БПЦ 2, 7х50, значок завода-изготовителя и тента. Это, соответственно, экспортная версия, поставлявшаяся на экспорт, поэтому маркировку тента имеет. И страны изготовления СССР. Торцевые крышки металлические. Основное отличие от БПЦ 1, так называемой, БПЦ 2, это иная конструкция окуляров. Диаметр окуляров здесь значительно увеличился. Благодаря... изменилась конструкция окуляров, благодаря чему изображение на приборе стало еще более качественным. Сам БПЦ 7х50 Загорский отличается высоким качеством изображения, один из лучших. А тут еще у него доработали конструкцию окуляров и получили просто изумительную картинку. Как только берешь прибор в руки и подносишь глаза, то просто влюбляешься в его изображение. В качестве картинки она просто великолепная. К тому же экспортный вариант качественно собран, более качественно, чем прибор для внутреннего рынка. Из отобранных деталей, поэтому картинка тут еще становится более качественной, благодаря высочайшему качеству изготовления, сборки и подобранным деталям. Что мы также видим здесь? Достаточно глубокие наглазники резиновые, из мягкой резины. Поскольку удаление выходного зрачка на этом приборе составляет 14 мм, наблюдение можно ввести в очках. И поэтому имеем такие глубокие наглазники. Но при использовании я бы рекомендовал либо вообще снять наглазники, либо использовать низкие наглазники, поскольку эти наглазники заметно срезают поле зрения. Если их снять, то поле зрения становится просто шикарным, угол охвата у него огромнейший и картинка еще более комфортной становится. Поле зрения линейное здесь 120 м на 1000, угол поля зрения составляет 7 градусов, диаметр объектива соответственно 50 мм, увеличение 7 крат, удаление выходного зрачка 14 мм. Диаметр выходного зрачка 7,1 мм, коэффициент светопропускания 51 единица. И отличное также разрешение прибор имеет 6 угловых секунд, это отличный показатель. И соответственно имеем по итогу очень резкую и контрастную картинку. Резкую с высоким разрешением и к тому же она не только резкая, но еще и объемная. Потрясающий прибор этот передает объем, очень-очень реалистичная картинка, объемная, яркая, с насыщенными цветами, то есть высокий контраст, ну и соответственно высочайшая детализация и яркость изображения. То есть в вечернее время, в ночное время ведем наблюдение, получаем отличную яркую картинку. Единственное, есть небольшой эффект тоннеля из-за наглазников с длинной юбочкой. Если опять же взять низкие наглазники или их снять, то получим еще и более широкое поле зрения, что также добавляет комфорта при наблюдении. Фокусировка здесь центральная, соответственно центральная, плюс-минус 5 диоптрий и также есть регулировка правого окуляра для постройки. Она составляет плюс-минус 3 диоптрии, соответственно достаточно большой широкий ход, плавное вращение, все точно наводится, то есть можно построить под любое зрение. Мы, опять же, имеем декоративные кольца на объективах и на маховиках окуляров. Это опять же напоминает нам Загорские приборы, которые изготовлялись на Зомбзе, наряду с моделью Беркут 7, Беркут 10 и вот этот прибор. Все они изначально были разработаны на Загорском оптико-механическом заводе, а потом переданы в производство уже в филиал город Салават на Сомбз, соответственно. А единственная модель, которая осталась в самом Загорске, это 20 на 60 БПЦ. Эту модель они не отдали в Салават и производили сами, естественно, Загорса. Ну и старую, первую версию БПЦ 7х50, БПЦ 1, они также в производстве остались у себя. А вот эти свои новые разработки они отдали в город Салават и город Салават не упал грязь лицом и, соответственно, выпускал. Вот такие замечательные приборы с отличным качеством изображения, которые поставлялись в том числе и на экспорт. Это вот как раз экспортная версия, качественно собрана и производит только приятные впечатления. Очень, очень качественное изображение, минимальная дисторсия здесь, хроматические аберрации отсутствуют и, соответственно, великолепная, яркая и четкая картинка. Просто эстетическое удовольствие получаешь при наблюдении с помощью этого прибора. Эргономика у прибора прекрасная, то есть фокусироваться удобно, удобно лежит в руках он, межзвачковое расстояние регулируется плавно, точная наводка на резкость. Соответственно, прибор достаточно компактен для своих характеристик, достаточно легкий, вес 860 грамм. Ну и, соответственно, эстетическое удовольствие просто качество его изображения доставляет. Поэтому прибор отличный, если подвернется возможность приобрести для коллекции или для практического использования, даже не думайте, покупайте смело, он вас точно не разочарует. Просто великолепный прибор, на мой взгляд, один из лучших отечественных биноклей вообще в истории. Но именно тут нужно сделать поправку, что гражданские бинокли, один из лучших гражданских биноклей, которые производились отечественной оптической промышленностью. На этом все. Всех с новым наступившим 2022 годом. Поздравляю.